Кипр переживает самую большую трагедию со времен турецкого вторжения 1974 года. Именно так охарактеризовал ситуацию в стране президент Никас Анастасиадис. Тем не менее, глава государства уверен, это единственный шанс справиться с кризисом. Кипру необходима срочная помощь. Это наименее болезненное решение. Но в то же время самая большая трагедия с 1974 года. Мы не хотели такого, но это шанс сохранить управление экономикой. По словам Анастасиадиса, пострадавшим вкладчикам будут переданы акции кипрских банков на соответствующие суммы потерь. А вкладчики, которые примут на себя обязательство не снимать деньги в течение двух лет, получат облигации, гарантированные доходами Кипра от разработки месторождений газа. Власти островного государства в воскресенье предприняли последнюю попытку договориться с европейской тройкой кредиторов об изменении условий предоставления финансовой помощи в части списаний с банковских депозитов. Не получилось. Но на волне массового недовольства кипрский парламент решил пересмотреть ставки. Отныне у тех граждан, вклад которых не превышает 100 тысяч евро, предлагается забрать 3% всей суммы. Остальным придется отдать 12,5%. Для того, чтобы предотвратить массовое снятие денег со счетов, кипрский Центробанк запретил в кредитных учреждениях любые финансовые операции. А за уклонение от уплаты налога предлагается карать тремя годами тюрьмы или штрафом в 50 тысяч евро. Это особенно несправедливо в отношении людей, которые держат в банке все свои небольшие сбережения, заработанные тяжелым трудом. Я больше не довираю банкам. В понедельник банки не работают в связи с первым днем Великого поста. Вторник также могут объявить выходным. Это попытка предотвратить резкий отток денег из банковской системы. Больнее всего новые правила могут ударить по гражданам России. Кипр до последнего времени пользовался большой популярностью в бизнес-кругах этой страны. По предварительным данным, российские вкладчики могут потерять до 3,5 миллиардов евро. Понятно, что это довольно больно ударит по российским вкладчикам. Многие из которых имеют достаточно большой серьезный лоббистский ресурс в российском правительстве. В субботу министры финансов стран еврозоны одобрили выделение Кипру помощи в размере 10 миллиардов евро. Полученные деньги пойдут преимущественно на рекапитализацию банковской системы, тесно связанной с пораженной долговым кризисом Греции. После 10-часовых переговоров Никасия согласилась ввести единовременный налог на депозиты. Постоянным налогом предполагается обложить процентный доход с вкладов. Нововведения должны вступить в силу 19 марта. Как ожидается, эта мера принесет в кипрский бюджет около 6 миллиардов евро. Но не превзойдут ли эту прибыль масштабы возможного оттока капитала, никто предсказать не берется.